Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель Московского храма всех святых в Красном Селе Протерей Артемий Владимиров. Здравствуйте, батюшка! Христос воскресе! Воистину воскрес Христос! Благословите наших телезрителей! Да благословит нас Господь на радостное, пасхальное и светлое общение! Отец Артемий, хотелось бы поговорить сегодня о светлом празднике Христового Воскресения. Ну вот у нас закончился пост, наступила Пасха. Но с другой стороны, что это за праздник? Что мы празднуем, что отмечаем в этот день? То отмечаем, что звучит, что струится, чем наполнены слова «Христос воскрес!» Он явился живым через три дня после того, как был снят бездыханным, изуродованным со креста и погребен во гробе. Он восставил своё телесное естество вновь навеки, соединив душу и тело, при том, что и душа и тело Христовы неразлучны с Божеством. Христос таким образом не спроверг смерть, растоптал её, как можно растоптать старую ветошь. Любовь оказалась сильнее розни этого мира. Потому что Господь восстановил человеческую природу. Но об этом мы поговорим в ходе самой передачи подробнее. Батюшка, ну вот искупительный подвиг Христа был совершён. Но с другой стороны, зачем вообще нужны были эти жертвы, чтобы исправить падшую человеческую природу? Представьте себе, что первозданный Адам носил в себе рай. Его сердце чистое, светлое, прозрачное было вместилищем всех совершенств. Чистоты, а где её найдёшь в этом мире? Мудрости непрактического разума, который думает, как бы кого половче обмануть, о мудрости небесной, которая ищет всем пользы. Умолчу о кротости, любви, радости. Как вы предлагаете, в конец испорченное человеческое сердце, которое пленилось через нарушение заповеди Божьей, духу уныния, печали, нечистоты, гневу, мнительности, раздражительности, как вы предлагаете это сердце возродить и сделать вновь сосудом обитания в нём Божьей благодати? Премудришее дело свершил Бог, который соединил своё божество с человеческой природой, духом, душой и телом. Но только в отличие от нашей чуждой закваски греха. Вы помните, что Мария Дева от Духа Господня обрела в очреве плод, и явился Христос, совершенный человек и совершенный Бог. И Спаситель проходит жизненный свой евангельский путь, и как всемогущий и всеблагой Он свершает дело совершенно неслыханное и непостижимое. Он берёт ответственность за грехи, страсти, падение каждого из нас. Мы обречены на казнь, а Он навлекает её на себя. Он претерпевает то, что каждый из нас в отдельности сполна заслужил. Но мало этого, что с нас снята ответственность пред правдой Божией, Господь изнутри возрождает каждого из нас. Ведь мы через таинство крещения таинственно непостижимо сопрягаемся со смертью Христа и воскресением Его, и таким образом, когда с верою принимаем крещение, то Дух Святый, некогда оставивший Адама, даруется христианину и как светлая звёздочка, как инъекция внутренней силы, уже пребывает с нами. Соответственно, воскресение Христова, Его искупительный подвиг, дают нам рычаг силы. Каждый из нас имеет всё необходимое и достаточное, чтобы пересоздать, возродить Божью помощь в свою душу. Да, в мире остаётся место страданиям. Да, вовсе не все представители человеческого рода воспользовались плодами искупителей смерти Христа. Есть много жуликов, людей, расцеленных по мысли и по жизни. Однако сегодня, взирая на крест, каждый из нас знает, что в нём спасение. И если ты повернулся ко Христу спиной, крест для тебя – домоклов меч правды Божьей. Крест говорит о том, что грех пригвождён ко кресту, и ты в своей нераскаянности, озлобленности на правду Божью останешься один на один с ней в час страшного суда. Но если ты, как Мария Евангельская, преподаешь к стопам Христа, если ты каешься преднебесным Отцом, если ты молишь Господа, чтобы Он умножил в твоей душе действия спасительной благодати, то она реально действует в этой жизни. И мы совершенно осязательно осмысляем её присутствие в нас. Божья благодать дезинфицирует мысли. Она помогает вам бороться с дурными привычками и сражаться с ними до тех пор, пока вы не одержите полной и окончательной победы. Божья благодать отгоняет от вас уныние, печаль. Она делает ваше сердце мужественным, бодрым, энергичным, динамичным, сильным, радостным, при том, что вы вовсе не приписываете это себе. Я сам ничто. Я сам ноль. Но, Господи, с Твоей помощью я выполню Твою святую волю верующему всё по плечу. Всё возможно, говорит священное Писание. И всё это реальные плоды Христового воскресения в нашей жизни. Батюшка, ну вы говорите, что грех был пригвардён. Однако люди как грешили, так и грешат. Ну нет. Позволь себе не согласиться с этим. Вот мы с вами сегодня встретились вечером пасхального дня. И я надеюсь, что день был проведён нами чисто, честно, благородно. Вот я смотрю на искорки из ваших глаз сходящие. Вижу, что вы в своём подъезде не ругались ни с кем ненормативной лексикой. Вижу, что домашним послали восемь смс-чук. Христос воскрес! Воистину воскрес! И действительно, жизнь христианина должна быть светла и чиста в полном соответствии со словами апостола Павла, который говорит сынам света, то есть людям облечённым благодатью, будьте как светило в этом развращённом мире. И речь идёт не о какой-то фарисейской отгороженности от грешников, каком-то превозношении пред кем бы то ни было, но речь идёт о том, что всякий из нас, крещённых православных христиан, живущих в лоне Матери Церкви, исповедующихся, причащающихся святых нами, носит великое сокровище в своей душе, это благодать, премудрость, разума, совета, крепости, ведения, благочестия, страха Божья. Вот почему там, где собираются истинные христиане, там нет места раздражительности, нервозности, нет места пошлости, нечистоте, речи, но там витают ангелы, какая-то тишина, покой. Вот я смотрю на наших телезрителей, они сегодня все просветлённые, похожи на каких-то солнечных зайчиков. трудно оторвать взор от этих лиц. Почему Божья благодать украсила наше жилище, а главное сердца своим присутствием? Батюшка, ну вот у нас сегодня праздник Светлого Христового Воскресения, однако перед праздником было 7 недель поста. Для чего нужно было поститься? Эти праздники мы так хорошо отмечаем. Поститься нужно было, чтобы сразиться с лукавым. Вы же помните, дорогие друзья, как Господь предупредил, род сей, то есть демоны падшие духи, не уступят своего места, если только не поразить их молитвой и постом. Если не пригвоздить их к опием разумного воздержания. Для нас с вами пост был всеобъемлющий добродетель. Не правда ли? Речь идёт не только об изменении ранжира питания и режима питания, но пост как раз заключался в том, чтобы приобрести непрестанную молитву. А никто не может одновременно молиться и смотреть телевизор. Ну разве только что окно в вечность, телеканал «Союз». Никто не может сохранять присутствие молитвенного духа и сидеть с утра до вечера в интернете, гоняться за интернет покупками. Соответственно, для нас пост был мудрым ограничением земных забот и искусством обращённости ума и сердца к Богу. Мы с вами для того и постились, чтобы хорошенечко разглядеть свою душу, увидеть её слабые места, увидеть раны, нуждающиеся в исцелении. А как получить исцеление? Но не без помощи доктора Айболита, священника, духовника, пастыря, который вместе с вами на исповеди и помолится, и подумает, и благословит вас, батюшка, не могу бросить курить. Ну вы знаете, действительно дело непростое. Ну вот давайте перейдём с вами для начала на леденцы во имя Отца и Сына и Святого Духа. И что я должен делать? А вот купите леденцы, суньте под язычок леденец и ходите пять минут с молитвой «Господи, измени мою жизнь к лучшему». И что помогает? Ещё как помогает. Кто не верит, пусть проверит. Благословение священника. Такие чудеса свершаются. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Спасибо. У нас есть первый звонок из Раменского. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Спасибо. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка Арсений. Здравствуйте, здравствуйте. Мы рады очень вас видеть на телевизор. Вы сегодня с вами в храме встречались. А у меня такой вопрос. Я хотела бы узнать, участь ангелов Божих какая? Они же тоже творение Божие. Если люди смертные, то ангелы как они? Мы смертны, но не полностью. Потому что сама наша душа неразложима, в небытие не обратится никогда. Это вот тело вянет, тлеет, обращается на составные части, но Боженька соберет. При последней трубе Архангела Михаила нашу распавшуюся плоть, и она силой Божьей будет воскрешена. Душа соединится с телом, и мы будем вечно пребывать пред Божьим престолом, если сподобимся такой светлой участи, как самые ангелы. Ну а бестелесные небожители действительно, не нося грубого вещественного тела, тем не менее ограничены в пространстве, перемещаются, как сотворённые существа. Сотворённые существа, они не являются чистейшим духом. Мы самого Бога именуем духом, чуждым всякой вещественности. Но не будем сейчас далеко заходить в эти материи. Могу только сказать, что мир ангельский многообразен. Священное Писание даёт нам понимание о нескольких чинах ангелов. Между прочим, по замыслу Божью, земная жизнь должна быть устроена в соответствии с ангельской иерархией, где есть ангелы старшие, есть младшие, есть начальствующие, есть подчинённые. Так вот, и земная жизнь иерархична, и сам принцип власти от Бога. И напротив, нет ничего более бессмысленного и страшного, чем уравниловка, анархия. И дьявол всегда использовал эти лозунги «liberté», «égalité», «fraternité», «свобода равенства и братства», чтобы перевернуть всё с ног на голову и отбросить человеческое общество на столетия назад в интересах каких-то тёмных сил. Спасибо. У нас снова есть за ног. Пермь на связи. Здравствуйте. Задавайте Ваш вопрос. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, батюшка. Христос Воскресе. Воскресе. У меня вопрос простой. Откуда пошла традиция на Пасху кушать куличи? Спасибо. Интересный вопрос, не правда ли? И думаю, что традиция достаточно давняя, но не удивлюсь, если мне кто-то из знатоков кулинаров наподобие батюшки Гермогена, помните, такой был в Данилово монастыре, знаток кухонь мировых, скажет, что традиция соприкасается корнями с Западной Европой. Я, например, бывал в Англии как-то с матушкой по благословению патриарха, и нас угощали таким кексом, в котором было очень много пряностей, очень много ингредиентов. Тут и изюм, тут и лимон, тут и кардамон. И я подумал, как это похоже на кулич? Плотное, тяжелое тесто. В идеале ведь кулич – это вовсе не воздушный а-ля безе, какой-то замок из теста легкого. И поэтому, не будучи слишком компетентен в кулинарных вопросах, я могу только сказать о философии кулича. Что это за такое замечательное кушание, в котором множество всего, от миндаля до, может быть, цедры, и всё это благоухает, всё это создаёт такой удивительный букет вкусовой. Кулич есть не что иное, как символ преображённого Христовым воскресением космоса, неба и земли. Ведь Бог не создавал смерти, и она вошла в мир через грех. Грех науськивал дьявол, согрешил Адам. И смерть вошла в мир, и через Адама повела свою разрешительную работу во Вселенной. Стали животные друг друга пожирать, стала гнить растительность, тление распространилось в мире через грех Адама. Так вот, кулич с его неповторимым ароматом. Это нужно было видеть, как моя бабушка делала кулич ещё по старинному царскому рецепту. Символ освещения всех земных стихий, огня, воды, земли, воздуха, Божьей благодатью. Смотришь на этот кулич, а уж особенно отщепнёшь миндалинку. О, как прекрасен этот мир! Кулич есть некая полнота бытия. Кулич есть свидетельство божественной благости, победившей в этом мире. В каком-то смысле наш кулич соотносится, конечно, с тем хлебом Артасом, что сейчас в каждом храме перед царскими вратами красуется и будет раздроблён на маленькие части к Великой, простите, Светлой Субботе для раздачи верным христианам. Кулич – это фантазия на тему Артаса. А Артас, квасной хлеб, освященный в пасхальную ночь, служит в исцелении души и тела всем, кто его употребляет, будет употреблять, молясь Господу Иисусу Христу. Ну а уж откуда пошло дело? Думаю, что в XIX веке точно куличи пеклись, об этом говорит мемуарная литература. Вкушал ли Пётр Великий кулич? Вкушал ли кулич Екатерина II? Вот давайте-ка вам такое дадим задание, дорогие телезрители, и, может быть, в следующий раз вы прольёте свет на этот интересный вопрос. Что ели наши благочестивые предки при Алексея Михайловича Тишайшем в XVII веке на Пасху? Впрочем, лучше вам этим не интересоваться, потому что слюнки потекут, а достать лебедя фаршированного или какую-нибудь севрюшку, набитую корешкой. Но не у всех есть возможности, скажем честно. Вы начали говорить об Артасе. Что он символизирует? Артас есть образ самого Господа Иисуса Христа. Но не будем Артас смешивать с евхаристической чашей. Таинство целой и крови Господней уникально и неповторимо. Однако Артас – хвостной хлеб, который по преданию ещё апостолы за своей земной трапезой после литургии приподымали и прославляли Господа Иисуса Христа. Апостолы ведь настолько насыщены Божьей благодатью, что они всегда оставляли свободное место на своём обеде для присутствовавшего невидимого Христа Господа. Тем паче, что он и являлся, помните, в Эммаусе, Луке и Клеопе. Так что, внезапно преобразившись перед ними, он дал им понять о своём божественном достоинстве. Итак, Артас – это хлеб, квасной на дрожжах, приготовленный во исцеление души и телоупотребляемой христианами тогда, когда они не причащаются утром цветы христовых тайн. Всё здесь соотнесено с Личностью Иисуса Христа, нашего Спасителя, который на всякий день с нами невидимо пребывает. Спасибо. У нас снова Изанок, Белгородская область. на связи. Здравствуйте. Задавайте Ваш вопрос. Христос воскресе. Воскресе. У меня вопрос такой. Насколько я знаю, что как-то сказано было Вами, что Христос на себя взял грехи этих людей, а личные грехи человека. Так, выходит, нам делать ничего не надо. Он за нас все грехи уже взял, мы можем грешить. Я знаю, что грехи делятся на личные, родовые и первородные. Первородные. Вот первородные, он, кажется, исцелил Христос, то есть исправил, что человек не мог сделать. А за личные мы все равно отвечать будем. Он за нас не будет отвечать, за личные мысли. Давайте предположим, муж изменил своей жене. Может такая история случиться? Нет, батюшка. У нас, телезрителей, канала «Союз», такого не бывает. Ну хорошо, вы счастливчики. Люди, которые живут чисто, честно, благородно. А те, кто смотрит телеканал «Культуру», могут попасть в такую тяжелую ситуацию? Вряд ли. Там больше рассказывают про различные стили, архитектуры, продорические колонны, ионические. Ну хорошо. А вот есть телезритель, вляпался в какой-нибудь канал РЕН-ТВ-НТВ. Батюшку туда лучше не заглядывать. Там уже о муже и жене не говорят. Там у них одна однополая любовь, не заслуживающая этого наименования. Так вопрос, что это? Личные грехи или иные какие? Конечно, личные. Ну что же тебе, изменнику, Родины, жены, оставаться с этим родимым пятном до пришествия Господа Иисуса Христа? Да нет, ответят. Да, конечно, случилась такая пакость, но наступать на грабли второй раз нельзя. Уже буду все-таки держаться, подальше открещиваться от измены. Ну хорошо, ты исправил свою жизнь. А в душе-то можешь ты сам себя реставрировать, чтобы вновь глаза твои стали теплыми, любящими, чтобы сердце вкушало мир, радость, чтобы ты чувствовал себя человеком сотканным из жертвенного служения семье. Н-нет. Тот, кто впал в такой тяжкий грех, чувствует, что у него в душе черным черно. Там, простите, развороченный ядерный реактор, где идет еще какая-то эндотермическая реакция, блудные мечтания, движения, нечистые, захватывающие волю, эмоции. И что же делать? Обратить взор ко Христу. Спаситель, взойдя на Голгофу, просер свои руки на кресте, испив горькую чашу мирового греха. И поэтому, когда ты, уже осознав всю мерзость содеянного, направишь свои стопы к священнику православному и у креста и Евангелия склонив буйную головушку, осудишь себя. Господи, прости меня. Я изменил собственной супруге, которую искренне люблю, уважаю и не променяю ни на какую девочку повызову. Каюсь, свинья я эдакая-разэдакая. Бог да простит, уврачует и исцелит. Священник не просто утешит вас, но прочитает над вами молитву, из которой ты, дорогие телезрители, и явствует Господь Иисус Христос своей благодатью да простит и разрешит себя от всех твоих грехов. Явствует, что сила, очищающая, возрождающая личность, сила, которая упраздняет последствия греха, возвращает вам крылья невинности, честности, верности. Это плод Христового воскресения, и приобщиться к этой силе вы можете исключительно через таинство покаяния. Ведь когда мы подходим к Батюшке, невидимо у креста Евангелия стоит воскресший Иисус Христос и приглашает нас без утайки поведать обо всех этих мерзких грехах, так что Бог прикоснется своей десницей, уврачует и даст силы больше не повторять подобного проступка. У нас снова из Занок, Курская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Христос Воскресе. Во истинно Воскресе. У меня такой вопрос. Откуда традиция, звонить в колобу на следующий месяц? Каждый желающий. Спасибо. Очень любознательные у нас телезрители, и что меня радует, они смотрят вглубь веков. Между прочим, этим отличаются православные от сектантов. У сектантов удивительно укороченная плоское миросозерцание, мироощущение. Они иностранцы в собственном отечестве, отечестве. А вот православные смотрят в корень. Откуда пошла есть русская земля? Что это за замечательная традиция клепать в компан, звонить в колокол на светлые седмицы? Ну, если мы поведём речь о колоколах, то опять у нас корни, приведут нас к раннему средневековью, к святому епископу Павлину Ноланскому. Это православный епископ Западной Европы, которому Господь Бог во сне открыл, что в форме колокольчика сделанное медное изделие со вставленным язычком, издаёт мелодичный звук. Он, проснувшись, решил отлить по типу колокольчика такое из меди изящное изделие. И, если раньше, как нынче в греческих монастырях, собирают монахов на службу, бьют просто палкой по забору, грубо говоря, то в Европе появились вот эти колокольчики, которые мало-помалу дошли до Святой Руси. И сегодня, дорогие друзья, посмотрите, царь колокол, да, если Думу нашу с экскурсией провести по Кремлю, так можно какую-нибудь партию ЛДПР, да, ЛДПР, лечебно-профилактический санаторий, забыл уже, как она расшифровывается, всю загнать под этот колокол, ребята, посидите немножко, подумайте, пусть Господь Бог как-то очистит ваш мозг, ваши сердца, и действительно, Русь обильна и велика, наши богатыри колокола звонили на Пасху, читаясь об этом у Шмелева, Иван Великий передавал эстафету окрестным монастырям, и вот уж матушка Москва, любосольная, белокаменная, златоглавая, вся превращалась в симфонический оркестр, в какой-то удивительный орган. Вы знаете, что колокольный звон не только бесов пугает, но и разгоняет вирусы. Антивирусная обработка происходит население, когда звонарь звонит, и Русь еще жива, Русь еще поет. Таким образом, сам этот обычай превзошел в христианскую культуру в раннем средневековье, а устав церковный, сформированный еще во время ООНа в шестом, седьмом, восьмом веке, предписывает на светлой седмице ежедневно перезвоном пасхальным свидетельствовать не только земле муравьям, каким-то водомером, но и пташкам небесным, малиновки, зарянки, пеночки, веснички, что Христос воскрес, и поэтому все творение и звери, и птицы, и деревья, и цветы с надеждой смотрят на нас, христиан, потому что от нас им благодать достается. Если мы будем с вами возрастать в христовых добродетелях, то экологическая проблема будет решена. Действительно, человек, который дышит Духом Божьим, который освещает каждый шаг и слово молитву, является какой-то несущей конструкцией мира. Ну, дадим все-таки место звонкам, а так это очень интересный вопрос, как современный христианин может послужить к сдерживанию сил реакции темных сил, ибо истинный христианин носит в своей душе Господа Бога, и поэтому воздохнет, помолится и очищается вокруг него пространство, по крайней мере в периметре лестничной площадки от всяких негативных явлений. Спасибо, у нас снова изынок, Краснодар на связи, здравствуйте, задавайте ваш опрос. Христоф, воскресе. Вот это голос. Мужчины, вы заметили, как-то хрипловато, наверное, переели колбасы, а видите, женской, прямо воистину воскресе. Мир вам. Спасибо, Господи. У меня два вопроса. Первый вопрос, я хотела бы спросить, когда вы служите, мы хотели бы с супругом подъехать к вам из Краснодара на беседу на духовную. Пожалуйста. А второй вопрос, а второй вопрос такой, хотел бы спросить, я мама твоих дочерей, и как мне, матери, и вообще православной женщине сохранять мне в сердце, когда дети капризничают и закапывают истерики. Спасибо, Господи. Спасибо. Что касается вашего перелета или переезда, жду вас, дорогие краснодарцы, но не с пустыми руками. У нас, видите ли, в Москве все пластмассовое теперь, и яблоки, и огурцы, и сырковая масса, одни только ароматизаторы и эмульгаторы, идентичные натуральным две веществам. Поэтому, если ваша земля еще родит, помидорчики без нитратов и гидратов, допримем вас распростертыми объятиями. Хотите, завтра вечером, если на поезде, давайте в конце недельки, в субботу, утром, вечером, буду рад вас видеть у нас в Красном Селе. Ну, это я, конечно, пошутил, потому что батюшки на Руси не остаются без вспомоществования. Привезите самих себя, это будет нашим лучшим подарком и утешением взаимным. детей нужно любить. Любить это не значит булавать и отпущать возжи. Но все-таки наши милые девочки, пусть они и не дюймовочки, не золушки, но совсем не рецидивисты, бандиты, в отношении которых можно испытывать негативные чувства. Вспомните себя, милая мама, девочкой, тоже, наверное, были и газа, стрекоза, краснодарский, южная кровь, динамика. Это же не финны с их замедленной съемкой жизни. Поэтому пусть улыбка не сходит с ваших уст. С ручейка начинается река, а дружба с детьми начинается с маминой улыбки. Татьяна из города Люберцев задает такой вопрос. Батюшка, как вы отмечаете светлый праздник Пасхи Христовой? Как я сам встречаю Пасху? Как вы сами отмечаете? Вы знаете, вот сегодня у меня и передо мной стоял выбор, а жизнь всегда нас поставляет перед выбором. Многолетние традиции у меня есть пасхальный день завершать в кругу большой приходской семьи. Тем паче у нас красносельчане знают толк в Пасхе. Это красные платочки, белые блузочки. Это такое удивительное зрелище. Лица сияющие светом, море улыбок. Ну, а уж устроить дегустацию куличей, ведь у каждой хозяйки свой кулич, сколько хозяек, столько и рецептуры. Но сегодня я выбрал иное. Выбрал общение с моими друзьями, которые вот сегодня усевшись у телевизоров смотрят, слушают, задают вопросы, потому что все-таки личное надо оставить позади, а избрать общественное. Когда другим хорошо, тогда и мне хорошо, говорил Тимур его команде. И поэтому сегодня я праздную Пасху Господню, дорогие друзья, под занавес дня в прямом эфире и чувствую, что не прогадал, что ты спрятал, то пропал, что ты отдал, то твое. Ведь слово это крылатое существо, оно летит, 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 как гуси лебеди, и каждое слово, если исходит от сердца искреннего, является то бальзамом, то какой-то целительной мазью, то может быть ланцетом, срезающим застарелую рану. И поэтому всегда выбираю из предложений всяких между собой пикников на приходской обочине, готовность послужить людям, потому что пройдет эфир, немножко успокоишься, сядешь где-нибудь в уголочке и вспоминаешь, как же было хорошо, ведь мы практически вас видим, дорогие друзья, слышим биение ваших сердец, и всех нас соединяет цветоносная благодать воскресшего Христа. У нас Новая Зуна, Королевская область, на связи, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас? Да. Мы вас слушаем, говорите. Да. Христос воскресе. Воистину. Воистину воскресе. Батюшка, я боюсь, что у меня деньги на телефоне закончатся. Мы вам добавим. Не в деньгах счастья, говорите. На телефоне мало денег. Господи, умножие. Скажите, пожалуйста, как сохранить эту пасхальную радость, когда у вас закончатся, сейчас все эти пасхальные дни начнутся трудовые будни. У нас земля, у нас свой огород в Орловской области, приезжайте, пожалуйста, у нас никаких метратов будут и огурчики, помидорчики, если бы вас дал. Все, я еду. Вы знаете, чуть только у вас деньги закончатся, радость начнет пребывать, потому что бедность не порог. Я вам искренне завидую. Мы живем в пластмассовой Москве, среди искусственного света, а вы общаетесь с природой. Это Родина моя, вижу русское раздолье, слышу песни соловья. Вы можете наблюдать тайну воскресения Христова в самой природе. Набухают почки, раскрываются цветочки, вот подснежник, а вот первая рассада пошла. Да хозяйка находится на гребне счастья, когда она видит лучок, свеколка будущая, а вот укропчик машет ручками мохнатыми. Вы приобщены к самой соли жизни, и поэтому очень жаль, что у вас уже закончились деньги, я не успел узнать вашего адреса, а то вылетел бы прямо в аэродинамическую трубу сейчас же к вам. Спасибо, у нас новый звонок, красноярск на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, отец Афирин. Алло. Приветствуем. Вот я хочу узнать по поводу высказываний Сака Сирина в 20-м слове. Есть такое высказывание «Человеку любопрительному, лукавому умом и бесстыдному в чувствах своих ничего не давай и у него вовсе ничего не бери, чтобы не удавилась от тебя чистота и желаемая с великим трудом и душа не наполнилась твоим». Можете ли вы сказать, какие это случаи, о чём он говорит и как это совместить с просящим у тебя дарем? Спасибо. Я намёк понял сразу. И слава Богу, что мы разделены пространством эфира, поэтому ваша простота и чистота нисколько не пострадает от моих недостатков, которые, слава тебе, Господи, я реально за собою сознаю. Но, видимо, Исаак Сирин говорил о том, что дурные сообщества развращают добрые нравы. По-русски сказать, с кем поведёшься, от того и наберёшься. Предположим, у вас есть сосед. Мы вот уже разобрали ситуацию нечестности, неверности супружеской, но есть и такие люди, которые грехом не считают просто вольные, фривольные, беспорядочные отношения, по-русски это называется блудный грех, и иные настолько им пропитаны, что плохо скрываемый цинизм виден и в глазах, и в шуточках, они ничего в простоте не скажут, у них вся философия ниже пояса. Вот переключитесь на другие каналы, на вечера смеха, и вы увидите, какая там огреха. Ясно, как день, что если вы человек с остойчивым мировоззрением, если вы цените семью, если для вас милая супруга это верная голубица, с которой вы летите стезёй бескорыстной любви до гроба, то в общении с таким человеком вы тотчас потерпите урон, в вашей душе будет нанесена травма, если вы сократите больше должного дистанции, будете с ним якшаться, то есть попытаетесь разделить его психологию, быть таким, как он. поэтому всех люби, от всех беги. Преподобный Исаак Сирин учит не держать душу нараспашку, он учит взвешивать на весах божественной правды и любви, то есть рассудительности сердца каждого человека и, не осуждая его, отдаляться от него, если через него вашу жизнь входит соблазн. Следующий вопрос задаёт Любовь из Вологды. Отец Артемий, если на Пасху случается много искушений, к чему это? Искушения неотъемлемы от нашей жизни. Ещё Иов многострадальный говорил, искушения жизнь человеческая на земле. Да сегодня без искушения ни одного доброго дела свершись практически нельзя. И нужно не бояться искушений, а быть готовым к встрече с ними. Ведь святые отцы не зря нас учат. Жди искушения, когда оно постучится в ворот твоего сердца, и оно к тебе не подойдёт, не придёт. Представьте себе, милые друзья, Пасха Христова, Россия, одних полицейских, милиционеров, было привлечено для охраны порядка более ста тысяч. Спаси, Господи, помилуй, нового министра обороны и прочих мыслящих в правительстве людей. Таким образом, они приобщили, приобщают свой контингент к исконным православным праздникам. Но может ли лукавый спокойно равнодушно перенести самый факт, что Русь не спит на Пасху, а бодрствует и словословит Христа воскресшего, который попрал все силы ада и загнал сатану в самый тартус, ковав его золотой цепью на всё протяжение исторического бытия церкви? Лукавому позволено действовать только в ту меру, в какую мы бездействуем. Конечно, он будет всячески гадить по-маленькому, по-большому, вставлять палки в колёса и не только священникам, но и рядовым христианкам. Впрочем, для них слово искушение, мне кажется, уже стало как будто бы профессионально терминологией. Вот она, милая, великий четверток, вечером поставила куличи в печку, включила нужный режим, а сама по мобильному телефону звонит батюшке-духовнику. Батюшка, простите, я, наверное, не вовремя, вы ведь готовитесь к пасхальной службе, я хотела бы, чтобы вы заочно благословили подняться моим куличам, чтобы они покрылись такой аппетитной корочкой, я потом еще их буду глазурью покрывать. И вы знаете, батюшка, у меня даже есть мысль, глазурью ваше имя нанести на кулич отцу Дуримару, ну, редкое такое имя, в это время из печи повалил черный дым. Она говорит, ой, бесы напали, открывает, а там одни угольки, в этом смысле, дорогие друзья, давайте-ка помнить, изречение на Бога надейся, сама не плашай, и не надо батюшку отвлекать от его академических занятий, а лучше доведи дело до конца, а потом уж с куличами подноси и являйся пред его вельможной очи на аудиенцию. Спасибо батюшка, у нас снова из-за ног Краснодарский край на связи, здравствуйте, а почему один Краснодарский край, я не понимаю, что только там люди смотрят телеканал Союз, слушаем. Добрый вечер, Христос Воскресе, до истины Воскресе, Отец Артемий, будьте добры, вопрос у меня такой, да, Христос совершил Пасху, совершил переход из смерти в жизнь вечную, Он заповедовал нам, Он в потенциале заложил нам эту возможность, и Бог оставил механизмы, как это реализовать, Церковь создал Свою, Слово Божие оставил, веру нам даровал, но Христос заявил, что пришед во второй раз на землю, найду ли я веру на земле, то есть тем самым не подписал Он приговор нам, людям, а ведь без веры не может реализоваться тот замысел Бога. Спасибо. Видимо, у Вас техническое образование, что Вы, говоря о таинственной глубине церковной жизни, называете оазисы, вот эти гейзеры, таять механизмами. Ну, Вы говорили, видимо, о тех средствах, которые Господь Бог даровал нам для приобщения Божественной благодати. Когда приду, найду ли верующих меня? Разве в этом речении Христа сказано, что не найдет? Конечно, найдет, ибо церковь есть столб и утверждение истины, и Божественная Литургия, всегда пасхальная, будет спершаться до последних дней бытия земли. Вот я по нашим вопросам однозначно могу утверждать, что в Краснодаре и Краснодарской губернии Господь найдет верующих в Него людей сильных, красивых, крепких. Может быть, это потомки казачества кубанского, это целое сословие общества, которое предпочитало смерть, измене православия. И у меня нет никакого сомнения, что, несмотря на господствующий в этом мире дух растления, несмотря на умножение беззаконий, любовь совершенно не оскудеет в человеческих сердцах, и, может быть, во многом благодаря телеканалу «Союз» Боженька найдет верующих в Него не только на Кубани, в Краснодаре, но и где-нибудь на Галапагосских островах или островах Зелёного мыса, потому что сейчас телеканал «Союз» распространяет своё вещание, это как гроздья от виноградной лозы, и мы знаем, что и в Уругвай, и в Венесуэле, и на Аляске, и в Гренландии, везде такие островки, включая даже Антарктиду с православным храмом там, выстроенным. Поэтому пусть вас дорогой не обескураживает слово Господа, он говорит только о том, что нужно много трудиться, дабы сохранить золотник веры, сохранить в чистоте православное миросозерцание, и не просто право веровать, но ещё и жить в соответствии с постулатами веры, являть благочестие, то есть любовь, вера, действуемая любовью. Вот модус вивенди православного христианина. Батюшка, ну вот закончился пост, когда мы постились, молились, каялись, сейчас период торжеств. То есть получается, обо всех ваших подвигах нужно забыть, так получается, или как? Нет, дорогие друзья, не будемте расслабляться. Просьба пристегнуть ремни и открыть форточки духовных иллюминаторов. Мы находимся с вами сейчас на высоте десяти тысячи метров над этой грешной землей. Поэтому сыновья чертога брачного действительно откладывают в сторону аскезу строгое воздержание, покуда с ними жених, ведь царские врата отверстие. Ежедневно мы приглашаемся к святой евхаристической чаше, наслаждаемся вкушением божественной снеди. Но кто может приступать с чистой совестью из бросивших на поле брани щит и меч? Поэтому и в отношении куличей и пасок тоже должно проявляться воздержание. Настолько обильная калорийная пища, что, знаете ли, утрамбовать хею чрева, так мы станем лёгкой добычей всяких нехороших помыслов. Напротив, мы от дней и недель поста такую получили добрую энергию, такой импульс, что сейчас уже как будто движемся по инерции. Набрав эту скорость, мы как горные орлы лишь только слегка подрагиваем оперением и тёплый ветер Божьей благодати несёт нас к острову спасения, но проявляться острозоркость, осторожность, хотя бы, чтобы не столкнуться на лету с соседом, мы должны, и поэтому христианин это всегда воин, который бодрствует, который стоит на чеку в ночном, дневном дозоре, он всегда готов улыбнуться, готов помочь, готов выслушать человека, но не готов сорваться в гнев, не готов впасть в уныние, не готов осуетиться, готов к тому, чтобы всё делать с чувством, с толком, с расстановкой во славу воскресшего Господа. Кстати, а почему царские врата открыты эту неделю? Царские врата открыты не для того, чтобы туда какой-то встречный, поперечный зашёл. Таких ботаников я видел на своём веку. Однажды такой доктор Паганель в Пенсне сунулся в царские врата. А что это вы тут делаете? Ну, пришлось популярно ему объяснить. Но царские врата символизируют, что воскресение Христова открыло нам доступ к престолу Божьей благодати. нынче убрано средостение греха. Бог растоптал смерть, Он прошёл путём новым и живым в обители Отца Небесного. Откуда и льётся через царские врата на эту грешную землю божественный свет человеколюбия, мира, радости. И всякий, входящий в храм, тотчас чувствует, что его душа, будучи такой скукоженной веточкой, выпрямляется и начинает свистеть, благоухать, потому что Божья благодать заквашивает сердце, ненасильственно влечёт его в область невечернего света. Отверстие царские врата знак того, что мы приглашаемся участвовать в таинстве причащения тела и крови Господней. Ну и последний вопрос от Анастасии из Орла. Читается ли в Пасху утром и вечером обычное молитвенное правило, или оно заменяется другими молитвами? Пасхальный час, дорогие мои, найдите в интернете, если нет, книжечки под рукой, последование пасхального часа. Трижды поём Христос воскресе, трижды воскресение Христово видевшее, затем пасхальные тропари, очень содержательные, сорок раз Господи помилуй, ещё раз Христос воскресе трижды, и если с вниманием пропеть пасхальный час, это семь минут, но за эти семь минут Бог не посылает нам благодать, мудрости, разума, радости, так что вы ложитесь спать, просто как солнечные зайчик, на душе торжественно и чудно, и цыган вам не приснится, я имею ввиду не этническую особенность, а русскую пословицу, никаких кошмаров вы не увидите во сне, потому что сон будет сладкий и лёгкий, ангел Господень награду за пасхальный час снизойдёт, распрострёт над вами крылья, как вот балдахин нерукотворный и будет ещё зелёной веточкой сорванной прямо из рая отгонять от вас весенних мошек, вот такая благодать ждёт нас, дорогие друзья, вечерами светлой седмицы. Борячка, время нашего эфира подходит к концу и завершение нашей программы, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я хотел бы пожелать, чтобы наш прямой эфир вообще не кончался, пусть сознание определит бытие. Раздвинем с вами пространство времени и самое измерение этого мира и оставайтесь с нами, дорогие друзья, в прямом эфире всегдашней молитвы друг за друга и всегдашней готовности встретиться с вами, с нами вновь. Христос, воскресе, воистину, воскресе, не будем вешать носа, Господь дарует нам свою благодать, а мы призваны сказку сделать пылью. Аминь. Спасибо, батюшка. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был настоятель Московского храма всех святых в Красном Селе протерей Артемий Владимиров. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова